Привет! Начинаем нашу очередную тренировку. Будем заниматься в мини-группах в новом формате. Сегодня мы продолжим разбирать игру двух наших пользователей. Это Иван Дюк и Лугант. Сегодня начнем с разбора раздачи вопросов Антона. Напишите в чат, как меня видно и слышно. Если все нормально, то я наберу ребят, и мы будем начинать. Так, ну судя по всему, картинка, звук есть, поэтому я позвоню нашим ребятам. Алло, всем привет. Привет, Ваня, привет, Антон. Привет, Петр, привет, Ваня. Так, ну давайте потихоньку начинать. Вроде картинка есть. Напишите в чат, как слышно наших пользователей. Да, Антон, можешь свернуть скайп. Не знал, что в эфире сразу оказываемся. Да, все нормально. Ну давайте потихоньку начинать. Так, начнем с того, чтобы вспомнить, какие у нас были задания на эту неделю. Напомните мне, потому что я на самом деле уже не помню, что я вам говорил. Антон, по поводу тебя, что мы там решили, что ты должен был сделать в течение этой недели. Ну вот так ты, в общем-то, не давал каких-то домашних заданий, просто так, в общем, по игре сказал, обозначил некоторые моменты по расширению спектра открытия на УТГ. Более широко защищаться на 3 беты. Более широко 4 бетить. Вот, в общем, как-то такие были. А, по поводу составления спектра кола в 3 бет, мы, по-моему, с тобой про это говорили. Ты их составлял? Ну, они у меня, в общем-то, есть, но все время они все равно плавают, так как оппоненты все время разные, и по большому счету они будут варьироваться. Да, я понял. Ну, давайте, наверное, тогда с сегодняшнего дня буду более четко обозначивать задания, где-нибудь их себе отдельно прописывать, чтобы я их не забывал, потому что иначе вы будете все время не говорить, что я ничего четко не говорил. На самом деле, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, нет, но в любом случае, то ли я тебе уже говорил, составить конкретные рейнжи защиты, то ли нет, но так или иначе это нужно сделать. Желательно это сделать против различных показателей 3 бета, против среднего 3 бета, скажем, процентов 12 против пониженного, 8 против повышенного, вот вам 14-16. То есть, сделать рейнж на наиболее популярных позициях, ну, это, то есть, баттон и Sb, ну, то есть, даже это можно делать непрямительно к позициям, это можно делать, в принципе, против различных процентов 3 бета, и, соответственно, просто спектр защиты разделить на спектр защиты в позиции и без позиции. То есть, как мы калируем без позиции против, там, 8-12-16, как мы калируем без позиции против тех же 8-12-16. И эти спектры нужно знать и запомнить их, потому что, ну, несмотря на то, что ты говоришь, что там навстречается много разных оппонентов, против которых у нас будут плавающие диапазоны, по большому счету у нас отклонения будут не очень большими, у нас просто будет несколько общих групп, ну, то есть, будет, конечно, какие-то товарищи, которые там, очевидно, выбиваются из средней массы, то есть, с какими-то криминально низкими процентами 3 бетов, или, наоборот, там, суперзавышенными, типа, там, 22-25 процентов. Но, в среднем, все оппоненты будут попадать в эти группы, и, соответственно, мы можем использовать эти рейнджи на практике. Так, по поводу раздач и вопросов. Ты какие-либо вопросы подготовил сегодня отдельно, теоретически, или они у тебя все связаны с раздачами? Есть отдельно, теоретически, и непосредственно раздача. Ну, хорошо, давай начнем. У нас на тебя сегодня 45 минут, как в прошлый раз. Ну, давай начнем с разбора раздачи, и там уже, по ходу, ты будешь задавать вопросы, связанные либо с раздачами, либо с теорией. Ну, вот, первая раздача, она, ну, такая, в принципе, кулер, можно в какой-то степени назвать. Я открылся с котов, затрибетил меня парень с СБ, который трибетит, там, 3 процента. 3 процента? Котов? С СБ в котов 3 процента, Дэнни. Ну, я бы Дэнни сказал, что такая кулерная раздача. Вообще, против 3 процентов, ну, бей в флотзилу, посмотри, как стоит туздама с ютедом против 4 процента. То есть, ты к тому, что не стоит защищать? Ну, она такая очень граничная рука, то есть, в принципе, если ты ее не будешь защищать колом, то это в порядке. Единственное, что здесь нужно посмотреть на его флот на 4 бет, потому что у него может быть, конечно, 3 бет 3 процента, да, и там он трибетит, словно говоря, вальты плюс туз король, может быть, там, чай десяток, но, может быть, у него флот на 4 бет очень низкий, и, соответственно, точнее, очень не низкий, а какой-то средний, скажем, 50 процентов, и он просто трибетит еще какой-то блеф, и трибетит там только короли тузы туз король, в этом случае мы можем подкалывать туздаму. Если у него флот на 4 бет, позиции СБ очень низкие, то всего, скорее всего, просто трибетит очень сильный рейндж, мы просто можем выкидывать эту руку на трифлопе просто, потому что она плохо стоит против спектра трибета в 3 процента. Либо, если мы ее защищаем, то, ну, мы защищаем ее крайне аккуратно, в том плане, что вот я видел, что ты попал в какой-то гэдшот на флопе, по факту мы не заходим для того, чтобы попадать здесь в какой-то гэдшот на флопе, ну, отнюдь. И, ну, в целом, против 3 процентов, как раз, это вот криминально низкий процент трибета, и, соответственно, против него мы можем, соответственно, защищать только очень сильный рейндж. Если у оппонента, естественно, низкий, это флот на 4 бет. Ну, флот на 4 бет, сколько у меня там? Ну, вообще, аута полв позиции 30 процентов. Ну, и сколько? Ну, там совсем маленькая выборка. Понятно, но что-то фолдил. Ну, опять же, это еще неизвестно, против кого он трибетил, может быть, против баттона трибетил. Ну, кстати, против баттона, например, 16 минут трибет, и так что я думаю, все-таки... Ну, да, тогда колл, тогда колл согласен. Так, сразу оставлю. Ну, как видишь, он много ставит в флоп. В обычных рейженных плотах также и тёрн он нередко ставит. Ну, в трибет-потах я смотрю, что немножко у него другая тенденция. Он ставит очень много флоп и мало тёрн, то есть он такой, в трибет-потах классическое однозарядное ружье. Ну, хорошо, давай смотреть, как ты сыграл. Ну, я здесь как-то все-таки решил, что достаточно у меня шансов. Мне, нет, мне здесь не очень нравится колл. В обычной ситуации против какого-то широкого процента трибета мы бы здесь коллировали. Дело в том, что мы играем против очень узкого спектра трибета, даже несмотря на то, что у него конбет там под 100% такую доску будет, всё равно в силу того, что он здесь будет конбет, и всё скорее всего туз король, ну, весь value в рейнче, даже с учётом того, что у него есть какие-то руки, ну, примерно равны нашей пассиве, скажем, туз-дама или какой-то там, может быть, туз-валет. В целом нам не хватит equity против спектра продолжения, просто потому что мы доминируемый туз-король. Против, ну, готовых рук мы тоже не очень хорошо стоим, поэтому в среднем мне нравится просто фолд по флопу. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас!